приветствую вас дорогие друзья вы как всегда на канале в гостях у елены и сегодня на моей кухне и в моем плейлисте новогодний стол 2020 дорогие друзья у меня уже там есть один рецептик я не первый рецепт выкладываю замечательные простые в приготовлении трубочки из лаваша можете заходить и смотреть ссылочку на этот плейлист я оставлю в описании внизу под видео и сегодня я буду фаршировать форель радужную дорогие друзья я очень люблю эту рыбку и я сейчас буду вам показывать как я буду в этот раз делать но каждый раз дорогие друзья я ее фарширую по-разному начинка у меня разная сегодня я просто еще болею сегодня лучше слава богу с голосом хорошо я могу для вас снять такое видео но для того чтобы не раздражало у меня горлышко потом же рыбку эту нужно скушать потому что это продукты стоит денег поэтому я сегодня буду делать с такой вот начинкой значит что мы будем делать с рыбкой обязательно снимем шкуру то есть всю мякоть мы вытащим центральный хребет тоже уберем а рыбку с головкой с хвостиком все с плавничками оставим целиком это делается для того чтобы она на столе смотрелась красиво не бойтесь некоторые боятся что тяжело это делать снимать шкурку посмотрите я прям буквально рукой это делаю это не сложно и не надо бояться что где-нибудь где-то на шкурке может остаться кусочек рыбки это ничего страшного пусть будет ничего такого страшного здесь нет потому что мы все но потом будем ее фаршировать значит с чем я буду ее фаршировать здесь у меня почти килограмм но начинку вы даже на глаз я ее на глаз берут к примеру у меня будет сама рыба вот мясо рыбы я не мясо рыбы не через мясорубку через не перебивайте не через чего я не люблю это невкусно получается просто порубите ее крупненько так не сильно мелко чтоб она чувствовалась значит сюда я добавлю сыр сыр у меня виде с орехами грецкими уже готовый но вы должны добавить сюда грецкие орехи либо фундук что какие вы любите орехи тоже на глаз и значит что я добавляю каждый раз что-то меняю например так то я добавляю икру селедки минтая вот любую икру в баночках вы покупаете ее и добавляю сегодня я добавлю рубленая креветка в соусе с копченым лососем это очень вкусная паста она мне очень нравится она есть разная поэтому буду я ее добавлять вот в этот же фарш значит что я еще обычно добавляю сюда зеленый горошек можно добавить сюда когда вы будете разрезать на среде она будет смотреться очень красиво значит сюда можно добавить кукурузу но зеленый горошек и кукурузу по отдельности все вместе не надо к зеленому горошку еще я тушу мелко рубленые грибочки значит так чтоб не раздражать свой свое горнышко я не добавлю сегодня лук а лук здесь какой будет вы можете взять лук-порель можете взять красный лук мелко-мелко порубите и пока вы все это делаете залейте лимонным соком чтобы он у вас промариновался это будет вкусно если у вас нет лимонного сока винный уксус если у вас нет винного уксуса можете обычным уксусом дорогие друзья и как развести вы наверно сами знаете на ложку винного уксусом 6 процентов есть и 5 процентов уходит две столовые ложки воды один к двум дорогие друзья потому что вы это будете делать очень быстро и у вас он успеет замариноваться но желательно конечно с лимоном что это бы это было полезно чтобы это было ароматно рыбка наша любит лимончик да то есть мы будем делать с лимона значит чем покрывать сверху покрывать сверху дорогие друзья сегодня я не буду а так вот такие вот мягкие сыры вот воздушные сыры разные вот эти ну вы в курсе вы их смешаете с ложечкой сметаны если вы любите с майонеза значит ложка майонеза сюда добавляем еще ложечку горчицы любой я люблю дижонская она очень нежная мягкая и все это сбиваем и смазываем сверху не толстым слоем так аккуратненько нашу рыбку я этого не буду делать потому что это для меня слишком я не смогу кушать это все это будет очень как бы жирно для меня значит но это праздничная рыба смотрите сами он даю очень много много примеров значит что еще я делаю добавляю кубиками еще туда яблоко яблоко у меня антоновка но сегодня я его тоже не добавлю дорогие друзья сегодня я буду делать видите сколько я вам рассказал возможностей слушайте внимательно и творите сегодня у меня вот вот всего лишь такие вот будут добавочки и сюда я чтоб не раздражало горлышко я сюда добавлю сладкую паприку вы можете смесь приправ для рыбы пожалуйста добавлю сюда ложечку чайную чесночка сухого и смесь перцев более ничего ну и конечно посолить это все солите по вкусу дорогие друзья потому что и масса выходит разная здесь не четко вы можете 50 грамм сыра можете 20 грамм сыра ну то есть как кто любит поняли да о чем я веду речь что начинка может быть любая она будет очень вкусная по по любому значит добавляем сюда еще одну столовую ложечку в эту массу желатина вот и не бойтесь что он не будет действовать будет он действовать вы скажете рыба сама там имеет ликовину безусловно друзья но нам нужна рыба классная чтобы она форму держала чтобы когда мы ее разрежем она стояла хорошо потому что желатин это не вреден для здоровья это вкуснятина вот и мы будем готовить рыбу не под большими градусами ну в общем не долго она готовится 15 минут и и не надо зажаривать она будет некрасивый цвет если она будет зажаренная рыба должна как моли можно более естественный и рыба готовится очень быстро 15 минут ну не знаю какая у вас духовка но пусть 20 минут не больше дорогие друзья и так я сейчас буду снимать шкурку буду отделять кости значит от мякоти и так далее мякоти и так далее мякоти и так далее ну что дорогие друзья рыбка у нас уже вся вычищена посмотрите какая она красивая и повторюсь если немножечко там останется ничего страшного ничего страшного вот здесь нужно все вытащить чтобы головка была чистенько мы ее тоже на вот сюда немножко на фаршируем вот вот это когда вынимаете забыла как называется заклинила из головы эту штуку вот это штукенция тоже отрывается мы ее аккуратненько так вот положим прищипку сделаем из зубочистка с зубочистками и все будет нормально так рыбка у нас готово вот такой у нас получается фарш обратите внимание именно вот такой дорогие друзья надо чтобы фарш у нас был обязательно кусками вот такими вот видите я не люблю кашу вот но нисколько не люблю и так если бы вы добавили зеленый горошек то вот столько бы вот ну не знаю грамм 100 вот видите я вот думаю добавить добавлю вот потому что горошек ничего мне плохого не сделает мои дети очень любили с горошком и цвет придаст хороший это здорово будет вот эта фаршировка она должна дать цвет обязательно чтобы у вас смотрелось красиво на срезе и грибочки буду другого цвета если что сюда можно добавить как жареные шампиньоны сюда также можно добавить и маринованные любые грибы дорогие друзья мелко-мелко рубленые и так я добавлю сюда ну так две столовые ложки я так вот на глаз это у меня чайный но сверху как столовая 3 3 столовые ложки добавлю еще вот немножко на глаз насколько вам не жалко это очень вкусная штука здесь кусочки креветки есть очень красиво красивая вкусная вещь так и добавляем сюда знаете как одну столовую ложку добавим желатина нет вот две чайные добавлю вот так вот этот желатин быстро растворимые вот именно такой сюда не надо заморачиваться добавлять с пластинками или так чтобы замачивать нет вот таким вот песком и так добавляем сюда сыр чтобы было на срезе красиво для этого мы добавляем вот эту вкуснятину значит вот это у меня десертная ложечка я добавляю одну две десертные ложечки соли а вы друзья как посчитайте ну и так одну чайную ложку прям сверху меня добавляю молотого чесночка повторюсь что вы можете этого не делать и добавлю чуть-чуть паприки вот так вот вот так чуть-чуть не буду чтобы цвет поменяла если вы хотите чтобы цвет поменяла рыба вы можете давать сюда и куркумы вот так и сколько вам не жалко черного в общем смесь перцев 5 перцев здесь это уже друзья на ваше усмотрение но если вы будете добавлять приправу для рыбы то тоже на ваш вкус на хороший тоже на вас ваш вкус и так и сейчас я буду одеваю перчатки и буду перемешивать руками для того чтобы соединить вот эту массу хорошо потому что я ее не сбиваю если вы хотите чтобы у вас была рыбка фарширована как колбаска прям вот так вот как сосиска то можете взбить это уже ваше право я этого не люблю поэтому и не делаю никогда так все это видите масса какая сейчас это все соединиться все это нужно перемешать и так все готово единственное что перемешайте сразу а горошек потом я все сразу положила в принципе это добавлять нужно потом чтобы не перебить не сломать и так вот наша рыбка начинаем ее начинять с хвоста очень очень просто набиваем ее аккуратненько равномерно и все а и 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 вот такая рыбка получается вот такая вот длинная вот она вот так чтобы вы видели и ее нужно как следует сформировать сформовать вот так вот видите сформировать не сформовать так не пили кай вот так вот здесь вот видите как я аккуратненько сделала и голову мы тоже фаршируем вот она головка чтобы вы видели вот тоже ее как следует фаршируем наверное надо вот так вот поближе да вот дорогие друзья вот чтобы фарш здесь тоже покрывал полностью чтобы рыбка была красивая видите как я ее зашил красиво и сейчас я ее буду выпекать на противне что вот у нее плавнички все вот это вот так было дело в том что если вы хотите чтобы ваша рыбка вот так было значит вы ее так запекаете а я хочу сегодня рыбу подать вот на таком вот блюде вот во всю длину она у меня будет вот в этом на этом блюде поэтому мне надо чтобы она вот так вот в длину и значит что я буду делать беру противень так 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 противень беру застилаю фольгой фольга может быть у вас какая угодно у меня вот такая толстая не толстая не люблю как открывать вот мне очень не нравится занимает столько времени хотела вам показать на был сразу просто думал что я уже не начала так застилаем значит вы скажете что я буду поняли извините вы поняли что я буду сейчас эту рыбку заматывать фольгу запекать нет я этого делать не буду она у меня сразу так сказать ляжет вот сюда вот так хвостик у нее будет кверху наверно стоять нет я сейчас тогда мою желатунку поверну вот так чтобы у нее хвостик поместился да конечно а как же так а это для того чтобы не пачкался противень можете застелить еще хорошо лучше а вместо столько хватит так если вы заметили повторюсь может быть никто не заметил кто-то то и меня хвостик у рыбки наполовину кость не убирайте чтобы хвостик держался вот он он здесь он с мясом вот отсюда он обрезанный и вы вот этот фарш раздвигаете что вот так чтобы у вас рыбка была ровная смотрите какая она красивая вы разве скажете что это рыба я фаршировала то есть что из нее как говорится вынули все что есть у нее нет конечно вот так вот мы ее красиво все заделываем и отправляем секундочку хочу поправить здесь побок получше вот так все дорогие друзья уже в разогретую духовку 220 градусов вы ставите запекать ничего не примазывая сверху ничего не делая просто так если вы хотите чтобы у вас прямо не знаю какая была зажаренная то пожалуйста конечно же смазывайте сверху там хотите это дело ваше и так дорогие друзья посмотрите какая красота получилась у меня посмотрите на эту рыбку посмотрите какая прелесть красавица просто и на таких на такой зеленой подушечки подать это просто будет нечто и вот здесь вот у меня есть вот такие замечательные оливки банка здоровущая который имеет 835 грамм я их просто обожаю и мы сейчас будем с вами разукрашивать у меня хорошо с горлышком так еще что я буду делать сейчас я набрала томатиков перчиков своих вот и будем украшать вот так вот по бокам перчик такой замечательный поставлю друзья вот мои перчики красавчики или вот так ну вы украсите по своему мои хорошие а я буду украшать по своему вот такие они замечательные так наоборот этот красненький сюда оранжевый сюда воткну у меня сейчас не новый год мои златульки ведь у меня какая красота то для вас и себе пониже опущу настроение поднимаю у меня не новый год но я стараюсь ведь и помидорки я не буду их нарезать никакими дольками ничем просто очень хорошо подавать если у вас есть как его называют соленья как их называет надо правильно как его называть если есть соленья мои дорогие то это вообще это просто здорово будет так ну-ка в ротик чуть положим вот так вот в ротики зеленушечки так и сейчас я туда же положу оливочки больше ничего девчонки не буду добавлять разве что можно давайте у меня тут вот есть так украсим вот так вот видите вот это же очень красиво это у меня здесь сметанка я добавила сюда немножечко этого как его так 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 как же я только сейчас только убрала его горчицу вот так дорогие друзья красивенько и сейчас я лимончик сюда вот обязательно нарежу сверху вот вот такая красота и что но я что хочу сказать вы же себе сами украсите как вам нужно так и дорогие друзья а я как мне нужно да так ведь получается каждый сам по вкусу своему это сделает это же будет здорово дорогие друзья и сейчас не новый год поэтому я могу вот так ой какие оливки какие оливки мои хорошие а ведь все это очень хорошо на новый год идет друзья вот эти я каждый раз покупаю на новый год куча 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 различных оливок я имею ввиду разных сортов это имела ввиду их очень благо много продают и маслины люблю больше всего конечно я ем оливки ну как-то вот так мои хорошие я их все съем сейчас я после болезни и у меня скажем так не особо аппетит хороший на какие-то мясные чего-то а вот оливки маслины я ем тоже неплохо вот так вот мы с вами по украшаем вот вот этого азербайджанского лимона у него почему-то очень много косточек прям много-много-премного это конечно плохо сейчас будет так мне бы надо чтоб они вот так вот мне хочется как я обычно это делаю вот и все и все и красота и уже вот я чувствую что льется сок этим соком можно будет полить и кушать каждый кусочек я обязательно порежу обязательно покажу на срезе мне на выставку идти не надо и на супер стол тоже никаких гостей не жду тоже не надо поэтому я вам сейчас обязательно сейчас постараюсь вытащить отсюда эти чтобы еще ближе к хвостику чтобы у нас было так нет не тот сейчас вот отсюда вот нарежу вот так вот прямо чтобы уже все было красиво а а то вот там есть а здесь нету и у меня уже глаз не радует вот так вот чтобы уж у нас все было в ажуре дорогие друзья посмотрите на эту красоту сейчас я постараюсь взять в ручки вот так вот выглядит моя рыбка вот такая вот она красивая вкуснейшая блестящая вы можете майонезом если не любите сметанку пожалуйста а можно очень красиво здесь вот украсить ввести глазки мордочку и как маска будет сделать бровки именно вот этим сметана сметана или майонезом ну а я вот так вот украсила и мне кажется что это очень симпатично самое главное что вот это вот кроме оливок вот это все мое салат я купила кстати хочу посоветовать вам вот такой вот салат он мне очень нравится продается он вкус вилл тоже ой подождите фриллис но он везде продается поэтому он очень вкусный фриллис он идет вот видите вот этот вот пучок вот он был вот так вот веером веером растет он и вот отсюда я вот обломала и вот серединка то есть вот это весь салат здесь был он очень красивый очень кстати бархан такой бахромчатый нарезной красивый очень хорошо пойдет и на украшение и самое главное что очень он хрустящий долго не вянет и не горький вот кто не любит горький вот так вот дорогие друзья конечно же лимончика побольше можно можно вообще весь хребет так вот красиво волнами 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 ой я бы сейчас конечно развернулась бы но просто это мне сейчас не нужно я поберегу свое здоровье потому что конечно же мне лучше вы видите голос у меня слава у хорошие я прополоскала занималась полосканием итак дорогие друзья будем разрезать эту вкуснятину я сейчас перчик уберу вот так вот сторону и прям вот здесь вот посерединке мы с вами и нарежем она еще теплая рыбка конечно можно ей дать чтоб она еще обязательно больше остыла обязательно срезайте ниточку теплая теплая надо дать остыть теплые дорогие друзья вот и нож у меня не особо и сожалею что открыла что разрезал друзья сожалею но вы меня понимаете даже даже внутри горячая даже горячая но вы понимаете что она должно остыть вот это торопление мое скорее бы вам показать что провело но вы понимаете о чем я говорю о чем я веду речь рыба на самом деле застынет сами понимаете когда она застывает это же блюдо не горячая а здесь прям вот пар пар идет поэтому вот так вот я поторопилась но нарезала потому что время идет а мне не особо хочется ждать уже скорее бы уже загрузить вам потому что мне надо бежать на почту еще отправлять вам семена вот так она получается но из-за того что я поторопилась а я я нехорошо первый раз такое у меня нетерпение было ладно дорогие друзья очень 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 вам и советую вот такую форель на новый год приготовить своим друзьям родными близким я уверена что все 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 будут вас благодарить одним словом получите респект потому что это очень вкусно насчет начинки обязательно какой хотите безусловно можете и мелко нарубить перчика туда будет очень красиво это я имею ввиду красного кубика я завтра в домашнем влоге остынет у меня рыбка и я вам ее обязательно покажу какая она на срезе она такими дольками нарезается красивыми когда остывает друзья мои хочу от души поздравить вас с наступающим новым годом удачи вам мира любви добра всего самого-самого доброго и самого хорошего все что есть из этой серии на белом свете все к вашим ногам дорогие друзья ибо вы все это заслужите дорогие друзья вот еще один рецепт из моей копилочки в вашу копилочку на ваш новогодний стол дорогие друзья друзья